Ты для меня, ты для меня, ты для меня, последняя в небе звезда, ты горит для меня, говори про меня. Ты для меня, ты для меня, ты для меня, последняя в небе звезда, ты горит для меня, ты горит для меня. Пластичность и чувственность, напряженная работа мышц, выносливость и артистизм – все это неизменные составляющие полдэнс или танца на пилоне. Сами исполнители называют это спортом, ведь, несмотря на видимую легкость, даже самые простые трюки требуют особой подготовки. Вы сами понимаете, что 8 лет назад относились люди скептически к танцу на пилоне, так как это более стрит-пит, но потом мы начали его развивать как спорт. Сейчас существует три направления пол-дэнс – это артистик, экзотик и спорт. Соответственно, в спорте люди раскрываются физически, они трюкачат, они становятся более сильными и выносливыми. А в артистике это более такое направление для творческих натур или для людей из других танцевальных направлений, потому что здесь немаловажно именно образ, раскрытие образа и танцевальная хореографическая составляющая. И экзотик пол-дэнс, на котором лично я остановилась, потому что для меня это и спорт, и сила, и женственность, и красота. История танца на пилоне уходит в давнее прошлое. Истоки можно обнаружить и в спортивных упражнениях древних римлян, духовных практиках индусов, а также выступлениях средневековых уличных артистов. В наши дни официальные чемпионаты по пол-дэнс начали проводиться с 2003 года. Спортивная программа состоит из трех дисциплин. Трюки на верхнем, среднем и нижнем уровнях пилона. Жюри оценивает частоту переходов между отдельными элементами и художественную составляющую, артистизм и музыкальность выступления. Также большое внимание обращает на детали. Изгиб спины, прямые колени, вытянутые носки. Соревнования в России проводятся как среди городов, так же среди международных соревнований. Есть у нас такое, что мы ездим в Екатеринбург, в Москву, допустим, в Питер. То есть различные города, где вы можете приехать и представить свой город, представить себя и посоревноваться с разными девочками. И даже приезжаете с наградами, с медалями. У нас есть замечательные тренера, девочки, которые летали в Италию. До этого мы привозили оттуда метали. То есть это можно рассматривать плюс еще как спорт. Помимо профессионалов, танцами на пилоне занимаются и любители. В школе «Дэнс де Воль» таких большинство. По мнению специалистов, начинать можно в любом возрасте, даже если вам «за». Дело вообще не в возрасте, главное – желание. Мы с девочками, например, собрались до 70 лет, как минимум, танцевать на пилоне. Это женственный вид спорта. Это очень красивый вид спорта. И благодаря именно этому виду спорта мы можем совместить и эмоции получить, и приобрести красивую фигуру, мышцы, великолепное настроение. Направление сложное на самом деле, потому что здесь какая-то физическая подготовка должна быть. Но чем больше ходишь, чем чаще занимаешься, тем лучше становится, и физические качества улучшаются, и поэтому с каждым разом все проще и проще заниматься. И пусть не каждый спортсмен-любитель сможет достичь высоких результатов, зато подтянутые мышцы, красивая осанка и хорошая кардионагрузка самым положительным образом скажутся на фигуре и самочувствии, не говоря уже об уверенности в себе и артистизме.